Сегодня днём очевидцы вызвали медиков скорой для нетрезвого велосипедиста. При этом мужчина всячески отказывался от помощи и пытался продолжить свой путь. В результате на место вызвали и полицейских. Когда подъехали, уже здесь вот человек лежал. Вызвали скорую, а он встал и опять поехал. Его пробовали остановить, он всё равно поехал. Прохожие, увидев лежащего на асфальте велосипедиста, остановились, чтобы помочь мужчине. Долгое время они пытались привести его в чувство. Вызвали скорую, но как только он пришёл в себя, поспешил по своим делам. Мы вот все оставили, здесь машин пять, мы его водой отливали. Запах алкоголя вы не чувствовали? Я не чувствовал. Однако при общении с велосипедистом сразу стало понятно, что мужчина был на веселе. Удивительно, как в таком состоянии он умудрился управлять своим двухколёсным транспортом. А куда едете в таком состоянии? Парк Победы. День Победы отмечать? Парк Победы. Я там живу на автоисковском районе. К месту пришлось вновь вернуться скорой. Мужчина то падал, то вновь вставал. С трудом погрузив его в салон, авто медики начали приводить его в чувство и осматривать на наличие травм. Никаких серьёзных повреждений велосипедист не получил. Пожаловался он лишь на боль в руке. День Победы. Просто у меня дедушка, прадедушка, как говорится, был воевой. Я за него пью. Позже к месту прибыла и полиция. Скорее всего, мужчине грозит штраф. Забирать в отдел его не стали и отправили домой. Правда, как он доберётся в таком состоянии, остается только догадываться. В парке Победы хотели отмечать, да? Да. А каким образом? Просто выпустить. Ночью несколько экипажей полиции начали преследование автомобиля «Нексия», водитель которого не подчинялся требованию остановиться. Двигаясь на высокой скорости, нарушитель проезжал на красный свет, рискуя в любой момент устроить серьёзное ДТП. Просто я вас спрашиваю, трезвый вы или нет? Упивали сегодня или не упивали? Нет. То есть вы трезвый? Да. Преследовать иномарку полицейские начали ещё в районе улицы Дементьева. Непонятно, каким образом, двигаясь на скорости около сотни километров в час, не обращая внимания на сигналы светофора, нарушитель не спровоцировал серьёзное ДТП. Как ни странно, вёл он себя довольно адекватно. Однако от прохождения теста на алкоголь по понятным причинам всё же отказался. Не согласен пишите и подпись. То, что пройти медицинский свидетельство. Направление на медицинское свидетельство. Разумеется, все правила, которые успел нарушить водитель, пока пытался скрыться, фиксировал полицейский видеорегистратор. Так что, кроме лишения прав, ему предстоит оплатить довольно солидную сумму штрафа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на заводе Оргсинтез. По версии следствия, смерть наступила от удара током. По предварительным данным, 36-летний мужчина проводил ремонт оборудования, которое в нарушении правил безопасности не было обесточено. В результате его мужчина ударило током. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье нарушения требований охраны труда. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правая оценка действий должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники ГИБДД потушили пожар, который произошел сегодня днем в поселке Юдина. Автоинспекторы заметили дым во время дежурства на посту и, не теряя ни минуты, отправились к месту происшествия. Пожар вспыхнул рано утром в гараже, расположенном на территории частного дома. В это время хозяева как раз уехали по делам. Вероятно, если бы автоинспекторы не подоспели вовремя, огонь мог бы переброситься на соседние постройки, и последствия были бы куда серьезнее. Неся службу на пересечении улиц Путейска-Привокзальная, было замечено задымление возле приусадебных домов. Сразу же заявку в дежурную часть оставили о том, что возгорание на дачном поселке. И было принято решение проследовать по месту. Повезло, что в стоявшей рядом машине находился огнетушитель. С его помощью автоинспекторам удалось быстро справиться огнем. Однако из-за пожара все же пострадала значительная часть гаража и находившиеся в нем вещи. Мы сразу же открыли ворота самостоятельно. С помощью огнетушителя было сгорание потушено. И также с помощью шлангов водой. Когда к месту прибыл пожарный расчет, огонь уже был потушен. Вскоре вернулись и хозяева дома, которые даже не подозревали о случившемся. Неосторожный маневр водителя «Газели» стал причиной аварии на улице Тульская. Недалеко от дорожной развязки, двигаясь по правой полосе, «Газель» стала поворачивать налево. И оказалась на пути «Лады Калины». Водитель «Газели» хоть и отрицал свою вину, но схему движения автомобиля, описанную другим участникам, все-таки не оспаривал. К тому же характерные повреждения, которые получила «Калина» и «Газель», только подтверждали факт нарушения правил, который и стал причиной ДТП. Не совсем понятно, почему в этой сложной ситуации инспекторы ГИБДД предложили участникам самостоятельно ехать в центр оформления ДТП. Сказали, типа, составляйте этот акт, но акт же составляется, если как бы одна из народных признает себя виноватым, а обе стороны не себя виноваты, не признают, как мы сейчас будем гаишки. Будем дождаться, получается, на месте. Также обращала на себя внимание положение «Газели» после аварии. Машина развернулась и на несколько метров отъехала в обратном направлении. Однако, по описанию водителя, таким образом его автомобиль отбросило в ходе столкновения.